Первые упоминания о Лыскове, ныне агрогородок в 43 километрах от пружан, приходятся на рубеж 15-16 веков. Сегодня это средоточие архитектурных памятников, имеющих несомненную культурно-историческую ценность, комплекс зданий бывшего католического монастыря миссионеров, курганы, которые остались от королевского замка 15 века, деревянная церковь Рождества Богородицы, в которой хранится несколько ценных христианских икон, отреставрированная католическая часовня, которая была построена в середине 19 века, и это далеко не весь перечень. И как это водится, среди местных жителей много ходит разных легенд и занимательных историй. Ну говорят, что во время Первой мировой, здесь вот, когда был разбит этот костел, вот полностью, заехал офицер сюда с конем, и заехал за царские ворота. Конь упал, офицер полмал много, коня пришло застрелить, поэтому немцы закрыли весь костел туда тоже, короче, ну, запретили тут, короче, пробивать личному составу. Поэтому тут легенд хватает всяких разных. Здесь вот, короче, наверное, лет 10 назад, когда вот делали Франциско-Карпинскому памятник, сам присутствовал, мы вот такую торпинку туда прокапывали, и, значит, откопали гроб, короче, вот скреп обыкновенный. И вот там лежала молодая пара, значит, людей, короче, они были светлые-светлые, просто плита сдвинулась в сторону, они светлые-светлые, короче, у меня просто не было фотоаппарата с собой рядом, и, короче, буквально через 15 минут они стали черными, только кислород стали черными, поэтому здесь тоже вот еще такое захоронение интересное, вот, полностью скреп, не знаю, сколько это молодые в фате, короче, вот эти, кто они такие, чьи-то населения, богатого рода, потому что здесь хоронились. Мы просто потом плиту под виду и прикатали. Центральное место в архитектурном ансамбле бывшего монастырского комплекса в деревне Лыского занимает костел Пресвятой Троицы. Был он возведен в XVIII веке в стиле позднего барокко. Основное помещение костела – зального типа. Интерьеры оформлены пилястрами ионического и композиционного ордера, между которыми расположены небольшие арки. В интерьере Северной Каплицы уцелели фрагменты монохромной росписи в технике Гризайль, а под костелом был большой подвал с подземным ходом. С течением времени здание костела разрушается все больше, необходимость реставрационных работ налицо. История у костела богатая. За долгие годы существования он достраивался, передавался православной церкви, были пожар и последующая реставрация. А в 50-е годы XX века костел был сильно разрушен и в 1960 году официально закрыт. Церковную утварь перевезли в Ружанский костел, в Питерские музеи. К слову, в деревне Лыского был когда-то еще один костел, который местные жители называли Красным. В начале 60-х годов он был до основания разрушен, и на данный момент от этого второго костела не сохранилось видимых следов. Здание жилого монастырского корпуса, построенного во второй половине XVIII века, на сегодняшний день отреставрировано. В нем размещалась врачебная амбулатория. На территории бывшего монастыря, рядом с костелом, расположена могила Франсишка Карпинского. Это знаменитый польский поэт и драматург. Он владел небольшим имением неподалеку от деревни Лыского, в котором прошли последние годы его жизни. Кроме этого, на местном кладбище расположены могилы нескольких известных людей, например, княгини Волконской, сын которой подарил местной церкви Рождества Богородицы Евангелие, которая сохранилась до нашего времени. Лыского, бесспорно, настоящий музей под открытым небом. Почти каждый камень, каждый земляной вал имеет свою историю. Наша задача потомков не только сберечь в воспоминаниях и на страницах книг вехи истории, но и по возможности дать вторую жизнь архитектурно-культурным памятникам.